Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю сходить в лес, сходить в лес и узнать, что же можно в лесу есть. Я могу вам... Сегодня был мастер-класс небольшой, до 10-ти тысяч. То есть в течение часа я вам расскажу как раз эту вытяжку, что я знаю, о том, что люди с собой будут в поход, что они едят в походе, что делать. Если прошел дождь, вам нужно разжечь костер, что, что и что. Будут ваши вопросы, я наследие вопросов отвечу. Занятия будут проходить в лесу, только не здесь, а за территорией. Там есть как раз все деревья, о которых я могу показать вам пример. Если кому-то тесно, поднимите руку, чтобы я хотя бы понимал. Ага, выбор без выбора, я понял. Хорошо. Тогда сейчас мы уже идем... Спасибо. На самом деле уже участники выбора всегда есть. Поэтому Павлюк Наталья, внеплановый тренер, который где-то теряется по территории, нашлась. Призвали. Ай-яй-яй. Материализовали. Павлюк Наталья, прошу любить и жаловать. Всем доброго утра. Значит, массаж. Массаж не исходя из техники, а исходя из потребностей тела. И само массаж, то, что мы можем сделать сами для себя. Особенно пока еще все в порядке. Приходите. В общем, пока есть возможность, используйте. Спасибо. Алиля, у вас была Павлюк Наталья. Она будет в первой аудитории. Это второй корпус, второй этаж. Там тепленько, красивенько. И лежат в карматики. Роман Москаленко. В общем, пока мы тут все стояли, ждали мастеров, потом Наталью, потом с морем погоды. Нет, с морем погоды мы будем ждать чуть позднее. В общем, навеяло прочесть вам одно сихотворение. Там есть в конце такая самая существенная мораль. Но к ней еще нужно прийти. Языковой барьер был разрушен. Некоммуникацион прерван, оголяя, обезоруживая души, восстанавливая веру. Остановка в пути — это временно. Ожидание ожидающих жгут. То, что только о судьбе лишь доверено — это время сейчас, место тут. Петляя по всем окружностям, получая лишь ложные сведения, гнивые чрезмерною нужностью. Обрывают порог неведенье. Прибывают иные глаза и попарно следят кругом. Перед ними заботы, леса, тяжесть мыслей и все об одном. Вот их специальный маршрут. Поставали, разулыбались, лишь сейчас, только тут. И статным инстинктом поддался я, и с ними сливаюсь в том миге я. И как много добра они дали мне, ведь основа любой религии в терпеливейшем ожидании. Спасибо. Это был Роман Васкаленко, еще у нас появился Ищвалина. Очень хороший внеплановый тренер — Максим Ушеков. Доброе утро. Как понимаю, люди хотят выбора. Для выбора предлагаю поиграть в игру «Го». Для тех, кто не знает, можно будет провести небольшой мастер-класс по основам. Но для тех, кто уже проходил, есть пару комплектов. Могу донести еще. Я буду здесь в течение дня. Можно будет подходить играть. А сейчас желающий поиграть вам подходить к ближайшей скамейке. Игра интеллектуальная, строилась в Китае. Ну, могу показать. Вот такие фишки, которые называются камнями, играли древние императоры китайские. В те времена играли они нитритовыми комплектами из красного и синего нитрита. И есть учебная войска. Девять на девять пересечений, потому что «Го» ходят не от клеточки, а на пересечения. И целью приведет охватить территорию больше, чем соперника. Не большинство правил, маленький право входа. В этом плане она немножко легче, чем в шахматах. В шахматах надо еще выучить, кто куда ходит. А здесь хочешь куда хочешь, только помнишь, что у камня есть определенные жизни. Вы уже знаете полное правило, и вы можете подвигать дальше, а уже играть. Спасибо. Спасибо.